Всем привет, мои хорошие, с вами Аки Эмили, и сегодня... У меня просто... Сейчас стул сломается, я прям рухну на пол. Всем привет, мои хорошие, с вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас обалденное новое видео. У меня потрясающее, просто настроение на улице светит, солнышко, и я сижу дома. Вроде бы конец света, дела очень плохо, но у меня настроение такое хорошее, вот такое хорошее. В общем, мы договорились с Айсель снять еще одно видео. Я видела в комментариях, что вы хотите, ждете, не дождетесь нашего совместного видео. Сегодня, кстати, мы снимаем завтрак, вот такие вот сосисочки, босисочки. Такой вот завтрак. Ой, какие сосиски вкусные, ой, ой-ой-ой. Вкуснотича. Вчера постирала кофту, и она испортилась. Кофту, которую ни разу... Нет, хотя я не вру. Пару раз я одевала для видео, для инстаграма, но вот так, чтобы одеть эту кофту и куда-то пойти гулять, такого ни разу не было. Я решила ее постирать, а она растянулась до таких размеров. Я вам в инстаграме обязательно покажу. Это просто огромный размер получился. Я говорю маме, мама, теперь можешь ее носить ты. Всегда у меня какая-то, знаете, попа. Когда я что-то стираю. У меня у брата были брюки. Очень дорогие. Он их в то время в России купил за 8 тысяч. В то время, лет 10 назад. У моей мамы в то время был свой магазин одежды. Там была женская одежда. Я помню, что мой брат пришел к маме на работу. И такой говорит... Я увидела, говорит, брюки в каком-то там магазине. Они супер классные. Они супер классно облегают мое тело. Это что-то с чем-то, мама. Но просто эти брюки стоят... Не помню точно сколько, но в общем... Дорого. И мама говорит, ты что, с ума сошел? Нафига тебе такие дорогие брюки? Ты можешь купить 4 пары. И что делает мой брат? Ну как вы думаете? Как вы думаете? Как действует мой брат? Он говорит, мама, либо сейчас ты мне даешь деньги на эти брюки, либо я просто сейчас буду орать, как ненормальные. Манипуляции, да? И как вы думаете, что делала моя мама? Моя мама говорила, ори, сколько хочешь, ори. И он говорил, я тебя распугаю всех клиентов. Мама говорит, ну что? Тебе будет стыдно орать. И брат говорил, ты же знаешь мой характер, мне не стыдно. Я могу орать, как ненормальное. И он такой стоял. Говорит, мама, ты знаешь меня. Мама, подумай еще раз. Раз, два. И вот это начиналось. Как ненормальное. И мама такая, остановись, сколько тебе нужно. Такая вытаскивает. Накрик, только заткнись и иди отсюда. Не говори никому, что ты мой сын. В общем, с горем пополам. Купила он себе эти белые джинсы. И как-то так получилось, что у меня были трусы, которые стоили, не знаю, 50 рублей. Они были розовые, ярко-розовые. Но я даже не знала, что когда их стираешь, цвет передается другим вещам тоже. Я решила постирать, сделать домашние какие-то дела. Прошло немного времени, они уже как бы грязные стали. Я решила их постирать со всем остальным бельем. Вот и с розовым в том числе. Я раньше не знала, что, знаете, белые нужно стирать отдельно, цветные отдельно и все такое. Я не слышала об этом. И, в общем, закидываю я его эти белые брюки. И как вы думаете, вот как назло, захочешь сделать малиновые брюки, нам не получится. А вот тебе оно не надо, дорогие брюки брата. Брат может разозлиться, тебя побить. И вот, пожалуйста. Закинула я, значит, брюки. Я такая, на-най, на-най, на-най. Хожу себе по квартире. Короче, я увидела, что брюки прям стали малиновые. Не то, что малиновые, они просто не белые, они такие розовые стали. Я решила еще раз их постирать. Уже просто закинула только эти брюки. И все равно, знаете, не отмылась. Вот как они были розовые, так и остались. Купила отбеливатель. Купила все, что рекламируют. Легче было просто пойти такого же размера брюки купить, чем признаться брату, что я сделала такое. Это просто, знаете, такой риск, не сравняющийся с жизнью. Просто я могла бы лишиться жизни, если бы я сказала напрямую. В общем, расследование ведет Алька. Я попробовала все это, не получилось. Брюки как были розовые, так и они остались. И вот отбеливатели, все говорят, ой, вот моментальное отбеливание и так далее. Ничего подобного с этими брюками не произошло. Вот, потом я их спрятала. Брат начал искать эти брюки. Я сказал, я не знаю, откуда я их не видела. Я спрятала эти брюки в шкаф. И как-то мама нашла эти брюки у меня в шкафу. И она даже не заметила, что они розовые. Как это можно было не заметить? Мама положила эти же брюки в шкаф к моему брату. И через полгода, когда он увидел эти брюки розовые, он такой прям в шоке. Я, конечно, не призналась, что это я. Я говорю, откуда я знаю? Куда они делись? Как они оказались у меня в шкафу? Почему они стали розовые? Я откуда знаю? Я вообще без понятия. А потом брат, короче, понял, что, например, он что-то хочет. Родители не покупают, есть выход. Направляешься в сторону бизнеса своей мамы. Встаешь посередине магазина и говоришь, мама, либо ты мне даешь деньги, либо я начинала орать. Он такой говорит, Как мне не нравится маслина с косточкой. В общем, у брата эта схема конкретно долго работала. Но потом маме как-то надоело это все. Ну, я назвала Ари. Это, кстати, сыр Хохланд. Тоже обожаю. Прям с помидоркой. Самое, тот завтрак. То, что надо. Я уж испугалась. Сегодня, короче, смотрю борщ. Я люблю сама смотреть мукбанки. Очень люблю. Как ее звали? Одна есть женщина или девушка, как правильно сказать, ее Анна зовут. Она снимала борщ. Я просто как зритель сижу, смотрю, и она такая говорит, у кого-то, говорит, из мукбанкеров. Я, говорит, видела борщ. Вот у кого? Я такая сижу. В этот момент я думаю, наверное, у меня. И она такая говорит, у Айки, наверное. И реально так приятно. Честно, очень приятно. Как ее канал зовут? Анна ее зовут. В общем, передаете огромнейший привет. Мне реально очень приятно, когда я вижу подобное. Не в зависимости от количества подписчиков, я смотрю всех, честно. Разных мукбанкеров. Я люблю, когда что-то интересное рассказывают. Я не люблю тупо смотреть, как кто-то ест. Хотя вкусы меняются. Когда-то мне, например, Саса Самар очень нравилась. А сейчас как-то надоело, если честно. Когда разговоры, когда ты узнаешь, что происходит в жизни твоего любимого мукбанкера. Мне кажется, это интереснее. Я вот всегда вам рассказываю. Сегодня произошло это, это, это. Такой прекрасный завтрак готовила мне мамочка. Мама даже помидорку вкусно режет, согласитесь. Многие там мне в комментариях пишут, не знаю, почему ты не хочешь переехать от родителей. Но я еще маленькую. Мне комфортно здесь. У меня нету отдельного жилья. Например, у моей подруги Шелли, у нее есть квартира однокомнатная, которую они сдают. Это чисто ее. Папа подарил ей. И она может себе позволить жить отдельно. У меня, к сожалению, нету жилья. Сейчас еще в стране такая ситуация, что прям ты не думаешь о покупке жилья, ты думаешь, хватит ли у тебя денег на продукты завтрашние. Тем более, если ты много кушаешь, не умрешь ли ты с голодом. Ну, я верю, что все будет круто. Чем больше я сижу дома, тем больше мне хочется выйти на улицу. Раньше я просто так сидела дома. Хотя можно было выходить на улицу. Вот как только поставили запрет, что все, на улицу нельзя, мне прям так хочется на улицу. Прям погода радует. На море хочется. В аквапарк. Я вообще очень жизнерадостный человек. И даже в самой дурацкой ситуации я стараюсь находить какие-то хорошие стороны. Нам с вами просто остается надеяться на лучшее. Так оно и будет. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok